Всем привет! Сегодня очень счастливый и вроде бы пока еще даже очень удачный день. Буквально 5 дней... Нет, сегодня у нас что, 18-е? 7 дней назад я сделал заказ в двух разных ножевых магазинах. Я сделал заказ в магазине Lam Niafi, который находится в Финляндии, посылку из которого вы сейчас видите. И сделал заказ в одном из магазинов Японии на Rocksteady. Мне пришла вот такая вот ТМТ-шная посылочка. В общем, про это будет отдельное видео. Мы даже с моим другом Юрой решили устроить тотализатор. Что же быстрее дойдет? С Японии почтой ТМТ, либо же придет с Lam Niafi почтой EMS? Ну, что я вам могу сказать? Здесь нож очень интересный. Сейчас я сделаю только анбоксинг. Скажу вам буквально пару слов о его внешности и о моих первых впечатлениях. Дальнейший обзор будет сделан при хорошем освещении, в хороших условиях. Сегодня у нас что-то снежок пошел, как-то темно на улице, ну и как-то зябко. Вот. Ну и в общем, что сразу хочется сказать. На тот момент, когда я полез искать этот нож в интернете, я нашел его всего на двух сайтах. Один из них оказался Lam Niafi, второй оказался Knife Art в США. В общем, решил я заказать нож. Но на тот момент, когда я делал заказ, ни моей страны, ни нашей валюты не было на магазине. В смысле, места доставки даже такого не было. Я написал ребятам, ответил мне парень, зовут его Михаил. Михаил в течение 15 минут, во-первых, мне ответил после моего письма. А во-вторых, в течение еще 10 минут на сайте появилась и валюта наша, СОМ, и место доставки Кыргызстан. Значит, я буквально делал это все дело 10-го числа. Делал я это все днем. И вечером пришел и все-таки думаю, а, закажу, была не была. Решил заказать, и я заказал, был уже вечер. Я так понимаю, там в Финляндии уже был тоже вечер. У нас разница примерно часа 3, наверное. И буквально утром я получил извещение о том, что моя посылка отправлена 11-го числа. И вот сегодня 18-е, за 7 дней, два из которых были выходные, посылочка сюда дошла. Поэтому давайте мы сделаем с вами быстро анбоксинг. Как всегда, анбоксинговый нож. Кстати, вот, если я правильно понимаю, то вот у меня был вопрос по поводу вот этого покрытия. Если я правильно понимаю, то это битбласт. У меня просто на этой неделе должен зайти еще один очень интересный ножик с битбластом. С такой же 154,7 сталью. Мне, кстати, так, про между делом хотелось бы знать ваши мысли. У кого есть опыт использования, насколько сильно ржавеет битбласт? Ну, это как бы так. Так, давайте. Так, так, так. Что у нас здесь открывать? Вот тут. Сейчас мы посмотрим. Так. Чик. О, да. О, да. Хм, интересно. Коробочку, которую видел я в интернете у этого ножа, она была несколько другая. Ну, и да ладно. В общем, вот такой вот нож. Судя по коробочке и по надписи, вы можете понять, что это нож компании FANTONI. Делают очень много интересных ножей. В том числе я сейчас заказал очень суперский нож. Можешь от них, нашел его, правда, с трудом. Моделька HB-01 из стали CPM-S125V. Ну, в общем, речь не об этом. Себе же я заказал после недавнего знакомства с ножами, с работами Дмитрия Сенкевича. Я заказал себе вот такого вот красавчика. Это FANTONI Flipper, который сделан из стали C30V совместно с Дмитрием Сенкевичем. Ну, в общем, очень интересный нож. Вот в сложном состоянии он мне пока очень нравится. Нож, значит, лайнеры здесь у нас с клипса полностью все титановое. Более детально мы его посмотрим при хорошем освещении. Сейчас меня интересует один момент. Поскольку нож Flipper и выпускается еще в нефлиповой версии, и я знаю, что здесь нет никакой ни втулки дистанционной, ничего. Меня интересует, как он флипанет. Момент истины. Не флипанул. Может быть, надо смазать. Да, либо смазать, либо еще что-то, потому что сейчас еще холодно. Ну, вот так вот я вам скажу сразу. Чисто внешне нож мне очень симпатичен. Да, потому что, на самом деле, пока нож ехал, у меня уже в голове каких только мыслей не было. Уже каких только, я не знаю, что я уже там только не передумал. Потому что на каких-то фотографиях, в каком-то ракурсе мне нож очень нравится, а в каких-то не очень. Вот, поэтому, ну вот вы здесь можете видеть надпись «Синкевич дизайн». В общем, я думаю, что дома детально более мы его с вами рассмотрим. Поэтому всем спасибо, смотрим детально. Итак, между анбоксингом и обзором, который снимается сейчас, прошло уже несколько дней. Дня, наверное, четыре. Нет, меньше. Три дня прошло, на самом деле. И я рад, что у меня не было возможности снять этот нож раньше и рассказать вам свои мысли о нем. Потому что нож пришел не в самом лучшем состоянии. Я был немножко расстроен даже. На клинке были такие достаточно большие очаги ржавчины. Хотя это S30V. Нож абсолютно не флиповал. Ну и на самом деле клинок был весь какой-то залапанный. И сложилось такое не очень правильное впечатление о ноже. Но буквально затем, как только я снял анбоксинг, я зашел к себе в офис. И пытливый ум и руки не давали покоя. Я взял ластик и полностью стер все следы ржавчины, которые были на данном ноже. И данный нож мне сейчас очень нравится. Сейчас он сел ко мне на карман. Отличный нож по удобству, по использованию. Вот. Я по достоинству оценил эту 30-ку. Уже очень много решил порезать. Потому что я сначала был немножко расстроен ножом. И думаю, что я его буду продавать. И решил им пользоваться уже так по-честному. Потом чуть привести в порядок и продать. Но на самом деле я даже успел получить вот такую царапинку. Не знаю, будет вам видно, нет. Вот в таком освещении. Видите, под надписью Sinkiewicz Design. Такая царапинка, которая видна при определенном только угле. Это, ребята, консервная банка. Я этим ножом вскрыл консервную банку. Это единственное, что осталось. Со сталькой абсолютно ничего. Сталька держит заточку просто отлично. Форма клинка суперская. Ну и на самом деле еще такой момент, что в принципе клинок немножко разработался. И стал флиповать адекватно. Я же понимаю, что там нет подшипников. Поэтому ждать чудес тоже не приходится. Но на самом деле мне захотелось улучшить ситуацию тем, что отполировать шайбы. Ну, чтобы как-то улучшить ход. Ну, я вам скажу, ребята. Нож не только сделан снаружи очень качественно. Он сделан и внутри очень качественно. Причем вот эти винты, клипсы и вот эти винты, на которых держатся плашки, не удалось с большим трудом открутить. А сего я так и не смог сорвать. Потому что все держится, как ни странно, абсолютно не на фиксаторе резьбы. Просто на том, что затянуты до упора. Вот эти вот винты я даже не смог раскрутить. При том, что даже я грел. Я на горячую, вот пока он был весь разогрет. И вот так разогрело, что... Ну, феном, разумеется, без там... Никто ни паяльником не грел, какой-то не грел. Феном обычным, бытовым. До такого состояния, что он с трудом, в принципе, открывался. Я залил туда блю-люба. Ну, и теперь ситуация гораздо лучше. Что понятно, что нужно делать достаточно резкий, достаточно мощный флип. Но если немножко добавлять рукой, то проблем нет. Но опять же, я думаю, что может быть, когда-то я доберусь до шайб и смогу их отполировать. Может быть, это улучшит ход клинка. Но, насколько я знаю, что вот если шайбы отполировать, то на них плохо держится смазка. Что я вот это четко понимаю на бенчмейдах. Скорее, может быть, нужно отполировать именно не шайбы, а места, по которым трутся шайбы на клинке и на самих титановых плашках. А шайбы пусть останутся такими, какие есть. Просто их чуть-чуть выровнять. Но они должны немножко быть шершавыми, чтобы на них хранилась смазка. Что касается центровки клинка. Здесь все абсолютно идеально. Никаких вопросов. И на самом деле, в одном из видео у Тушича, если я правильно помню, я вот жалею, что я так поздно наткнулся на этот канал. На самом деле, очень интересный канал. Он говорит, что можно ли это сравнивать с Широгоровыми. Да, можно. И я в этом полностью согласен. Нож выполнен просто без всяких нареканий. Все фасочки сняты. Все сделано очень аккуратно, очень качественно. На лайнерах у нас здесь с вами титан. Клипса у нас тоже титановая. Накладочки у нас из G10. Винты, в отличие от Широгоровых, абсолютно несопливые. Потому что, пытаясь открутить вот этот вот осевой, я сорвал две отвертки. Просто вот их закрутило. Одну вюртовскую и бенчмейдовскую, из моего бенчмейдовского складного набора. Ну, на самом деле, форма очень интересная. Сам нож, на мой взгляд, очень удачный. И он на самом деле... Я вот пришла мне эндуро, да, в ZDP 189. Я ее переодел в такие классные накладочки. И при этом у меня появился вот этот нож. И он сразу завоевал свое место на кармане. Потому что, ну, тут чувствуется, на самом деле, порода. К Широгоровым, наверное, ближе всего этот нож к Тетри. Это тоже очень ограниченная серия ножей, которая была сделана. Ну, версия, которая не флиповая, а с такой глазницей сдвойной. Она, наверное, больше похожа на темный. Ну, кому как, в общем. Вот. А так, конечно, чувствуется в ноже порода. Чувствуется вот этот дизайн Дмитрия Синкевича. Нож не тяжелый. К сожалению, сейчас нет под рукой весов, чтобы все это дело взвесить. Ну, и раз появился темлячок, значит, нож у меня действительно висит на кармане. Потому что у меня прошла эта пора, когда я не плел темляки. Теперь мне стали они снова как-то прикалывать, забавлять. И сейчас вот я на все ножи, которые у меня на карман попадают, вешаю различные темляки. Где-то с бусинами, где-то нет. Ну, вот, не знаю. Хочется. Вот, например, на эндуру в алюминии. Это просто теперь будет необходимо, поскольку она стала достаточно скользкой. Здесь же обработка G10 отличная. Кончик достаточно мощный. Вот, нож, на самом деле, очень удобно располагается в руке. И очень интересно, что, на самом деле, я вот не произнесу сейчас название типа данного клинка. Он почему-то, на самом деле, позиционируется как тактический. Хотя, на мой взгляд, тут вот идеальная форма для охоты, что и мы ошкуривать. Очень удобно будет и резать что-то. Хороший такой изгиб. Ну, и хорошая железка. Тридцатка. Причем такая по-честному. Я не могу пока до конца вам сказать, насколько это классная тридцатка, поскольку пока, на мой взгляд, самые лучшие тридцатки это у Бенчей и у Гербера. У них очень классная тридцатка. Я еще немного поработаю этим ножом и в комментарии обязательно допишу. Поэтому вот буквально за эти три дня произошло такое переосознание ножа. Первое впечатление оказалось обманчивым. Нож оказался гораздо лучше, чем я думал. И я его с удовольствием пока себе оставлю. И даже поступлюсь со своим правилом четырех ножей, что у меня одновременно должно быть не больше четырех ножей. Этот нож пока будет пятым. И посмотрим, может быть, со временем какой-то из пяти он вытеснит. У меня снова будет четыре ножа. Но пока это пятый. Отличный нож. Рекомендовать я к покупке смело могу. Единственное, что я все-таки с этим ножом до конца еще не разобрался. Я думаю, что нож с глазницей вообще никак открывается. Потому что этот можно немножко рукой довести или приловчиться нажимать на самый кончик с усилием. Вот так, чтобы делать. Что-то еще не совсем у меня получается всегда. То там, я думаю, вообще все грустно с открыванием. Вот такой вот анбоксинг и обзор. Будем надеяться, что это видео было для вас полезным. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok